Всем привет дорогие друзья и с вами снова я Даналия. Сегодня у нас следующее видео про прохождение и обзоры конной игрушки для компьютера аж с 2000 какого-то страшного года. Наверное с 2004 года. Хотя нет я думаю данная игрушка будет не такая старая она все-таки по новейной года если честно я не помню поэтому если вам будет любопытно вы можете сами найти в интернете по названию игры и посмотреть год выпуска и мне кажется мне нужно поменять какой-нибудь курсор на более магический такой классный который бы сочетался с моим рабочим столом. Так вот что же у нас сегодня за прохождение вы уже видите что здесь совершенно другие игрушки но к сожалению четверонногие друзья мои пони мне пришлось удалить потому что играть то я в него не буду я его скачивала чисто ради вас чтобы вы смогли увидеть эту милую игрушку моего детства. У меня было не так много на самом деле по моим меркам игр с лошадками в детстве но я хочу все-таки обозревать еще те игры которые не затронул мой мозг в моем детстве. Так но все-таки порядок будет пожалуй больше категорийный чем мой личный список поэтому сегодня у нас будет тоже игрушка тамагочи под названием 101 любимчик мой пони 101 любимчик пони маленькие лошадки. Если я не ошибаюсь данная игрушка в виде диска прилагалась когда-то к хлопушкам Несквик хотя могу ошибаться потому что у Несквика столько было дисков и с зоопарками и со скелетиком научные обучающие были всякие и исторические. В общем я могу ошибаться но мне кажется это по моему прилагалось как раз к коробкам с Несквиком. Да как видите здесь уже две следующие игрушки но с ними мне придется попотеть ибо они не на русском хотя на диске у меня дома лежит на русском но в стиме по гигантской скидке я взяла две эти игры 72 рубля каждая мне было не жалко они оказались на английском поэтому я буду искать способы как перевести их обе на русский потому что здесь вот эту игрушку я знаю в долю по первых почти наизусть а вот эту игрушку это по моему продолжение в данной игры я ее не знаю мне нужно будет реально искать переводчик также у меня есть вот такая вот заначечка пам 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 барби хорсы а точнее приключение на ранчо в поисках лаки но это будет уже в следующих частей в следующих видео и еще куча других игр которые тут еще не скачено которых тут еще и нет но я уверена что вы о них знаете кстати дойду ли я до игр star stable честно говоря не знаю потому что в детстве я ни в одну из них я не играла но я думаю данная серия моих видео по играм с лошадками даст мне такую возможность но сегодня давайте же вернемся к 101 любимчик помню что я эту игру не очень сильно любила да значит так она выглядит такие вот понять и нас там буждать так что по настройкам на весь экран разрешение разрешение мы менять не будем по-моему было это музыка звук это все смогу ну давайте чуть почише сделаем я думаю так будет нормально окей значит у нас есть выход выбрать настройки и старт выбрать это в том случае если так стоп отмена что значит выбрать старт ага как странно ладно значит так в этой игрушке у нас есть и оттенок непосредственно сломой лошадки не масть а даже именно оттенок хотя вот к примеру желтый и черный нет вот именно желтый красный розовый вот эти три цвета они меняют как-то оттенок все остальное нет значит у нас есть шотландский пони у нас есть единорог который всегда радужного цвета но в зависимости от варианта оттенка он будет слегка меняться в окрасе своей радуги также есть белый единорог опять же вот тут кардинально меняется его окрас какой цвет вы выберете такого цвета и будет наш единорожка спящий вставай муха и вашей есть зёбра именно зёбра и с ней работает та же самая штука если вы выбираете ее желтый зеленый фиолетовый розовый красный кстати почему она когда она красная она желтая а тут ядры она прям желтая в общем не важно у нас есть бурый шайр которого черным так и не сделаешь у нас арабская чистокровная вы заметили кстати что моделька вообще не меняется за исключением гривы ну и добавлением рога у единорогов арабская чистокровная есть просто лошадка альбинос я так понимаю она создана специально для того чтобы вы хотели точнее могли бы выбрать какого-нибудь яркого цвета лошадку есть еще фриска малыш давай вставай я хочу тебе показать о вот кстати фриска и красиво хотя по масти вообще на фриску не похоже ребята пятнистовый домотенец шар кто заказывал вы бы наверное даже об этом не подумали а он здесь есть скаковая лошадка просто белая в рыжую пегость пега также есть серенькая чистокровная английская и на этом все тут даже не зациклена вариация лошадок ну знаете я наверное хочу взять фриска и это будет девочка по имени луна да странно будет такая темненько что типа окрасу если честно я вообще не помню чтобы я выбирала какой-либо оттенок масти кроме черного и белого вот да ты будешь девочка луна с черным отливом такая выбираем пони набираем имя окей все старт вот да мы в начале выбираем себе лошадку у нас есть пять ячеек с поняхами но у нас только луна поэтому мы нажимаем на нее и нажимаем кнопочку играть ух как много текста так настройки камеры для настройки ракурсы нажми левую кнопку мыши и удерживай передвигая мышку в нужном тебе направлении ты можешь поднять или опустить камеру развернуть ее налево или направо используй колесико мыши чтобы приблизить или удалить изображение трюки пони чтобы твой пони исполнил трюки нажми на правую кнопку мыши и удерживай пока не появится список трюков чтобы твой пони исполнил трюки нажми на клавишу control плюс левую кнопку мышь и удерживай пока не появится список трюков а легаться диагонально вниз вверх диагонально вверх ну ладно если честно это все не запомнить также ребят смотрите так началась новая выставка пони закройте погнали пока еще рано у тебя на счету 101 допустим долларов и тут даже есть время существования нашей личной лошадки так что ты хочешь а а вот через левую кнопку мыши мы крутим камеру почти во все направления у нас как бы есть определенный только градус под которым мы можем двигаться так что такое луна не может с тобой поиграть пока у нее нет лакомства так ладно я зажала если что правой кнопкой мыши теперь control ага значит нам нужно лакомство так также тут есть пауза на тот случай если вы очень хотите поухаживать за вашим жеребенком а вас куда-то позвали тут есть пауза которые можно нажимать и снимать так что у нас с тобой нужно сделать насколько я помню здесь также можно нажать на определенную иконку и у нас появится возможность ухода да если твоя лошадка хочет в туалет то она просто идет прогуливается и возвращается обратно сон нажимаешь она ложится оставляешь ее ненадолго в покое и она должна проснуться проснуться вставай мои хорошие чистота нет щетки настроение оу я забыла что тут надо делать вам тут надо прыгать вместе с ней а нет она тут сама ходит гуляет здоровье у тебя поднялось настроение все максимум а как это а куда а вот а все она сама нагуляется здоровье ветеринар вы заметили просто чтобы повысить нашему пони здоровье мы должны просто отвести его к ветеринару и она сама поднимется так так вы мы выбираем где мы хотим быть ну да пожалуй мы останемся в конюшне средства ухода у нас можно прокачивать насколько я помню все это это аля недоуздук идти ладно так уход хороший пони плохой хороший да мы говорим ей ласковые слова так же мы можем ее позвать и она к нам приходит я не помню если мы так делаем мы ее гладим или нет одеть нагавки а у нас ничего из этого нету вымыть напоить накормить сон хорошая пони так давайте все таки посмотрим у нас есть игры нет башмачков но мы же можем бегать без без башмачков тогда мы попрыгаем так что нам нужно использовать а нужно нажать когда мы будем наравне с препятствием так давай ну а сложно ладно так у нас значит лошадка испачкалась она грязная нам нужно в магазин а где уход это магазин вот так что нам нужно нам нужно купить щетку так щетку воду еду лакомство так что то еще щетку купили еду купили этому купили по одной штучке выйти так накормить мы тебя покормим вот этим вот использовать потом напоить использовать использовать пока она не покушает ну все правильно нет все верно это так и должно быть это мы стараемся спешить куда-то нестись напоить использовать ну вода нам ой то ай туалет туалет так значит как только она побед мы ее отправляем в туалет и надо ее срочно чистить потому что чистота у нас вообще на нуле все давай быстро иди в туалет и будем мы тебя начищать на 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 да 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 использовать вот такие вот пузырьки у нас появляются а я помню из этой серии 101 любимчик я больше любила играть по моему в питомцам с собачками или с кошками но точно с ними но не с понятным так закрыть а щетку у нас не тратится то это уже замечательно так игорь во чтобы еще прыжки я не поняла погладить играть выставка скакать ну давай использовать ай а как а что нужно делать то поскакать давай еще раз прыжки бега использую а вот она а в общем тут управление мышкой но тут кстати очень классная реалистичная трясучка а и я не помню но если мы нажимаем левую кнопку мыши мы нет мне казалось мы даем ей шенкеля нет ничего не понятно а вот мы открыли новый предмет шляпа давай мы оденем на тебя шляпу я конечно не люблю такие аксессуары но почему бы и нет нет стой одеть шляпки нет шапочки а мы открыли ее в магазине мы ее открыли в магазине а нам все равно нужно в магазин стоп стоп что там было началась новая выставка пони зайти по моему здесь на выставке тоже нужно выполнять какие-то трюки ну если честно а мы мы заняли второе место надо же хочет пить да 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 в общем ребят я думаю вы поняли что игрушка достаточно сложненькая то есть тут нужно постоянно сидеть тут постоянно нужно сидеть кормить поить как-то зарабатывать зарабатывать на играх хотя кстати я пока не поняла как тут вообще зарабатывать па 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 прыгать а ну да 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 попей водички попей водички и мы с тобой поиграем луна занимает второе место ты получаешь 36 долларов закрыть а это такая задержка записи понятно так так а чё надо-то а я не понимаю кто-нибудь понимает кушай я не понимаю что нужно делать в этих прыжках сейчас еще конечно попробую может быть я что-то не понимаю но я помню что в детстве я тоже не и и не понимала и подавно что нужно делать в прыжках да и в скачках тоже то есть по сути единственный нормальный заработок это выставка вот давай мы тебя еще раз напоим потом почистим да и мы с тобой попробуем принять в выставке еще раз и мне интересно сколько нам за это всего дадут потому что это вообще как-то непонятно странно и сложно иди сюда иди сюда луна мы тебя почистим нам мылим у нее кстати глазки синенькие а вообще мне кажется было бы лучше точнее не было бы лишним добавить сюда прически но их тут нету насколько я помню тут только шляпки так не осталось воды так давай выставки выставка пони еще не началась ладно давай поиграем я вот не понимаю что тут надо делать и нужно ли вообще что-то делать ли она как будто бы гуляет разницы никакой ну ладно сейчас попробуем выйти на пастбище и может быть какой-то навык сделать ой не навык а какую-то команду ну то есть вы видите с какой скоростью тут все падает ой куда ты стой она гуляет она гуляет а мы ничего не можем сделать так нам показывают что у нас заканчивается сон что нужно поспать что у нас опять падает еда вода сон кошмар ой 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 все хочет спать иди спать так я не понимаю вот честно я не понимаю как я вызывала список с а вот так давай-ка танцевать ты танцуешь нет ты танцуешь нет танцуешь нет валяться ага вот вот так зайди на выставку а у нас водоеда кончилась ну точнее мало я думаю мы сейчас первое место никак не заберем хотя у нас чистота сон настроение а вот я получила 38 долларов все выставка закончилась то есть моментально ну 38 долларов ладно то есть по сути весь заработок я так понимаю держится на вот этой выставке вы получаете за второе место 38 долларов хочет пить ну в общем вот такая вот игрушка достаточно простая но вы видите в ней почти нету времени на передышку то есть это такой реально жесткий домогущий в котором вы должны просто постоянно сидеть кормить поить ухаживать дать поспать сходить в туалет своему пони и мне кажется игрушка которую я обозревала в прошлый раз мой маленький пони там было как-то все это повеселее и не так напряжно я пока сидела уже успела вспотеть чтобы успевать и контролировать за всеми характеристиками своего поняшки так что на этом обзор игрушки 101 любимчик мой маленький пони маленькие лошадки закончен если кто-то знает то есть еще и щеночки котятки тоже по-моему была классная игрушка но я буду обозревать только с лошадками так что на этом видос закончен спасибо что посмотрели его ждите следующих выпусков последующей игрушки про лошадок я думаю она проведет вас в некий восторг особенно если вы играли в нее в детстве а я с вами прощаюсь не забывайте принимать своих лошадок чистить их а также угощать морковкой всем пока удачи вам и до встречи в следующих видео до встречи в следующих видео до встречи в следующих видео